Музыка Программа «Белые одежды» – это программа о духовных ценностях, о том, чем жив человек, о том, чем жива культура, о том, чем жива духовность. Мы взяли очень высокую планку, назвав этот цикл, эту серию встреч «белыми одеждами». «Белые одежды» – это выражение и понятие из откровений Иоанна Богослова. Кто те сии в белых одеждах? «Белые одежды» – это духовная оболочка мира, это то, что нам важно сохранить. Сегодня мы будем говорить об этом с заслуженной артисткой Российской Федерации Ларисой Белобровой. Лариса Белоброва в очередной раз во Владивостоке. Спектакли с ее участием вошли в репертуарный список спектаклей, посвященных 85-летию Приморского академического драматического театра имени Горького. И мы вновь видим Ларису в ее лучших работах. Лариса Белоброва в труппу Приморского академического театра драмы имени Максима Горького была зачислена в 1987 году по окончании театрального факультета Дальневосточной академии искусств. Ею сыграно более 40 ролей. Есть у актрисы и кинематографический опыт, участие в телесериале канала «Россия. Сыщики» и в съемках фильмов «Следы на песке» и «Сказка про темноту». Между ролями начальной театральной поры Луиза Миллер «Коварство и любовь», Элиза Дулитл «Моя прекрасная леди», Душечка «В джазе только девушки» и теми, которые артистка играет сегодня, великая княжна Татьяна Романова «Спектакль товарищ» и Даша в психологическом триллере «Жена-любовница-сиделка» пролегла жизнь. Вернее, две жизни. Одна прожита Белобровой актрисой, другая Белобровой частным лицом. Ей удалось их соединить, соединить творчество с жизнью, а саму жизнь превратить в творчество. Скажи, пожалуйста, ты занимаешься искусством, то есть ты изучаешь, а потом проживаешь чужие жизни. Не сразу проживаю. Не сразу? Сразу. Сразу проживаю. Я когда читаю, я сразу прям, это получается так, как-то сразу очень глубоко. Не знаю, у меня так. Хорошо. Чужежизненный опыт. Опыт, скажем, твоей героини из товарища, великой княжны Татьяны Романовой, в замужестве княгиней Урятевой. Или нашей современнице Даши в спектакле, созданном по пьесе Бодрова старшего «Жена-любовница» и «Сиделка». Вот этот опыт тебя чему-нибудь учил, и можно вообще, так сказать, научиться на основе чужого опыта. Я думаю, что, к сожалению, нет. История показывает, история мира, стран, не знаю, отношений, семей, детей, матерей, отцов, показывает, что, к сожалению, большому мы не учимся практически на чужом опыте никогда. Ниализован у вас театральный проект «Царь Эдип» Софокова. Это спектакль о жуткой и кошмарной ошибке. Царь Эдип по ошибке убивает собственного отца и становится мужем собственной матери. Горе чернее Горького. Вот в этой ситуации, к сожалению, спектакль был взят в репертуар, я знаю, и ты должна была быть и Акастой в этом спектакле, потому что тебе хотелось сыграть эту роль. Я думаю, что тебе хотелось сыграть не только Акасту, тебе хотелось сыграть ту мысль, которая была заложена Софоклом в эту историю. Рок и свободная воля человека. Они сошлись, рок и свободная воля человека, и высекли вот эту самую трагедию. Что ты сумела узнать об этом во всем? Мне очень понравился режиссер Ангелос, по-моему. Мы виделись один раз, так получилось. Но за один раз он мне сумел рассказать, о чем это. И так получается, что Акаста – прекрасная, сильная женщина. Но только она почему-то думает, что она сама решать должна свою жизнь и свои вопросы. Хотя это достаточно общество, которое, в принципе, слушалось жрецов. Там не было такого, что пошел, придумал, что захотел сделать. То есть церковь от общества отделена не была. Это все было вместе. И все это приветствовалось. Благослушалась жреца. Да. Все ходили к оракулу, думали о будущем, узнавали о будущем. Есть нечто предначертаное. Предначертаное, да. И Акаста подумала, ну раз она, наверное, жена царя, и все в порядке, то она сама все решит в своей семье. Ну и, наверное, частично в своей стране. Она же все-таки жена. Ну вот. Какое-то влияние все равно женщина имеет на мужчину. И она решила, что она выбирает в своей жизни, а не кто-то там сверху, или не какой-то жрец, или не какой-то оракул. И в итоге она приходит к очень печальному результату от своей самости. И как-то он очень это красиво. Это было созвучно с моим внутренним ощущением. Потому что, допустим, религия той, к которой я придержусь, там говорится, самое страшное для меня в этой религии – свобода выбора. Потому что я же могу выбрать что угодно. А потом собирать плоды. Цыплят считать по осени, после своего выбора. И те цыплята, будут ли они бройлерами вот такими за месяц? Или будут они прекрасными, реальными цыплятами? Это уже вот будет моя проблема. Как-то мы так ушли в какую-то... Свобода выбора. Мы приходим с тобой к тому, что волновала Сафокла. Рок и свобода выбора. Но это, Саша, всегда волнует всех людей. И сегодня я хочу сказать, что и в твоей жизни, между прочим, вот эти два, две категории – судьба и свобода выбора. Они очень ярко прочерчены. Вот скажи, пожалуйста. Так, интересно. Вот скажи, пожалуйста. Положение жены, супруги, губернатора, оно каким-то образом ограничивало свободу твоего выбора? Ограничивало. Каким? Всем. Сергей Дарькин возглавил исполнительную власть края в 38 лет. И те эксперты, которые после 10 лет его губернаторства поспешили назвать Дарькина политическим трупом с туманным будущим, должны признаться, что они – неважнецкие аналитики. На пророченный ими туман рассеялся, и на недавнем Восточноэкономическом форуме экс-губернатор Приморского края предстал в облике реформатора и успешного делового человека. Его образ в сознании земляков прочно увязан с блестящими жизненно важными проектами, которые ему удалось реализовать. Мосты и дороги, университет на русском – все, за что он брался, обретало явь и плоть. Жесткость, расчетливость, деловитость, нацеленность на успех – из таких суперсовременных материалов сконструирован этот человек. Человек-программа – Man Machine System, как квалифицирует его и ему подобных инженерная психология. Человек без пауз, без лирических пауз. Однако эти самые лирические паузы и его натуре все-таки свойственны. Доказательством тому может служить следующий факт – Сергей Михайлович не пропускал ни одной премьеры в театре, если в премьерном спектакле была занята Лариса Белоброва. Неудачная жизнь. Ничего мне теперь не нужно. Я сейчас успокоюсь. Все равно. Все равно. По мере того, как возник этот союз Даркин и Белоброва, приходило к тебе ощущение, чем дольше этот союз продолжался в вашей жизни, приходило к тебе ощущение, что ты без него, ты без него, как бы мало что значишь. Хотя есть успех, есть актерская, будем говорить, сложившаяся карьера. Но тем не менее, вот эти отношения таковы сегодня, так проросли один в другого выше, что ты без него сегодня мало что значишь. Ну, в принципе, это ключевые слова. Я думаю, в любой семье должно быть так, что женщина это должна понимать, что она мало значит без мужа, а муж должен понимать, что он мало значит без жены. Если кто-то один из двух будет думать, что он звезда, даже с учетом, что он работает там, не знаю, строит пароходы, а она варит прекрасно в Мишеле, прекрасным шефом, да, не обязательно актриса там или кто-то, здесь тоже актерство практически, приготовление вкусной пищи. Если каждый будет думать, что он звезда, семьи не получится. Как Сергей пережил свою отставку. Прекрасно. Мы все же помнят, мы собрались и уехали в этот же день. Ну, не в этот же день, мы проголосовали, это было 4 числа, мы сразу же взяли чемодан и в руки улетели. И никаких внутренних, скажем, драмы? Мне он не показывал. Я видела только, что у него глаза где-то там далеко, и где-то полгода его не было рядом. Ну, так близко, понимаешь, о чем я говорю сейчас. Его не было вот так теплого. Как ты это пережила? Тяжело. Вот эти его мечты, которые потом, мечта о БТС, мечта о мостах. Ты знаешь, Лариса, мы сегодня склонны идеализировать очень это время. Хотя Сергей Михайлович был отнюдь не идеальным человеком. Да, правда. Отнюдь не идеальным человеком, да. Но мы смотрим на все то, что осталось, и то, что называется временем Даркина, как бы из той ямы, в которой скатился Приморский край. Извини, я это должен сказать, потому что это моя точка зрения, я никогда не скрывал этой точки зрения, сравнивая управленческий уровень двух этих людей. Ты знаешь, ну, я знаю, что Сергей Михайлович не всем был люб. Его не любила, например, либеральная пресса. Вот. И есть такая замечательная журналистка, я ее люблю, потому что она умная, и она очень такая с мужской хваткой. Журналистка Юлия Латынина. Она, ты знаешь, вот она так наступательно вела такую, Сергея Михайловича Даркина, скажем, такую линию вела, но она произнесла замечательную фразу. Сергею Даркину очень повезло. Он женился на безумно интересной, поистине выдающейся женщине. Фантастика. Вот эта фраза, которая как бы примеряла меня с Юлией Латыниной, и я думаю, что Сергей Михайлович, если он читал ее материалы, то он должен, будучи, так сказать, скажем, оппонентом ее, он должен был согласиться с этим или нет? Вот как ты считаешь? Я не знаю, надо спросить у Сергея Михайловича. Но он не читал этого. Он не знает. Он тебе не сказал, что, оказывается, он женился на выдающейся. Не, он не говорит хорошие вещи. Во всех смыслах женщины. Говорит. Говорит до сих пор, да. Ну, я ему, естественно. Ну, как-то так. Слава Богу. Извините. Вот. Никогда в нем не сомневалась, что я могу сказать, не про мужа, а просто про человека, с которым живу, да? Муж это отдельно. Никогда не сомневалась, потому что он действительно очень одарен в этом смысле. И я всегда всем говорила, что он может сесть на пустой асфальт и сотворить проект. Без ничего. Усилием своей мысли и всего остального. И так практически происходило со всем, что он делал здесь. Ведь ему никто не давал огромные деньги. Только когда уже доказали Владимиру Владимировичу, и Владимир Владимирович поверил и принял решение строить здесь, тогда уже пошли деньги, правильно? Федеральный. А до этого ведь он всячески старался и доказывал, что он может, что можно положиться на него и все остальное. И поднимать это действительно. Ну, такой был тяжелый период в его жизни. Но это его закалило, и слава Богу. Но, к сожалению, меня эта жизнь, вот, она немножко закалила, она меня сделала, мне кажется, более черствой по отношению к своим детям, к сожалению. Потому что я не могу слушать какие-то вещи, что кто-то там, там, ну, я образно скажу, у кого-то там вырвалась волосинка, или кто-то разбил коленку, знаешь. Если это будет трехлетний ребенок, конечно, я пожалею. А когда это, ну, говорят люди взрослые, я не понимаю, о чем они говорят. Что если я порежу свет, я побегу дальше. Образно, понимаешь, я говорю. Или там у кого-то какая-то проблема такая странная. А я не могу понять эту проблему, потому что для меня она очень мизерная, ничтожная. И мне кажется, что в этом, конечно, я стала очень жесткой женщиной. И, наверное, и моим детям это достается иногда, и, может быть, моим друзьям. Потому что, может быть, где-то я просто, ну, как-то, может быть, они мне и пытаются что-то сказать, а я могу даже не отреагировать. Потому что, мне кажется, что, ну, на это вообще не надо обращать внимания. Умереть с голодной смертью? О, это-то не самая страшная смерть, Данюша. Нет, я вообще не хочу умирать, и тебе не позволю. Ведь если мы умрем, что с ними станет, со всеми этими миллиардами? Они же осиротеют без нас, бедняжки. Нужно найти способ выжить. Дан, и обреть себя на вечную нужду и голод. Да, Мишенька. Нужда и голод – это главная роскошь в жизни русских. Мы рождены, чтобы страдать и упиваться своими страданиями. Жизнь так прекрасна и так печальна. Ничего, Танюша. Ничего, ничего. Мы что-нибудь придумаем. Конечно. Конечно. А что бы ты сказала о женщине, которая не боится жизни? Ты принадлежишь к этому типу женщин? Что значит жизни? В жизни, чего в жизни она не боится? Жизни как таковой. Она не проста, жизнь. И не так приятно. Мыть полы? Нет. Остаться без денег? Ну, это ты знаешь. Правильно. Ты жила когда-то, когда… Стукни. Ты жила когда-то, когда… Тебе не на что было жить. Но ты жила и ощущала эту жизнь во всей полноте. Я была счастлива. Может быть, это был самый счастливый период твоей жизни. Я не знаю. Однозначно. Да? Конечно. Но кто же поверит, Лариса? И не надо. Сейчас наши слушатели, наши зрители в это не поверят. Потому что деньги есть деньги. Надо просто научиться, как бы, так сказать… Не быть рабом. Не быть рабом, совершенно верно. Не быть… Потому что деньги – это хозяин, да? Так сказать, не быть, вот, так сказать, рабом этого хозяина. Да, ты правильно сказал, совершенно верно. Но, тем не менее, все-таки жизнь. От чего она зависит, эта жизнь? Удачно она сложилась или неудачно она сложилась? Есть у человека прожить жизнь удачно. И что такое удачно прожитая жизнь? Блин, не знаю, честно говоря. Даже не знаю, что такое удачно прожитая жизнь. Я боюсь Бога. Сейчас, в 52. В каком смысле ты боишься Бога? Ну, я не хочу его расстраивать. Как папу. Но я не могу сказать, что я боялась папу. Эта боязнь не такая, а боязнь обидеть человека, который меня очень любит. Как сто тысяч пап. Значит, ты живешь и помнишь о том, что есть некий верхний присмотр. Сейчас, да. И тебе нужно, так сказать, жить помни об этом. Да. Что кто-то тебя, как бы, так сказать, контролирует. Что кто-то расстраивается. Кто-то расстраивается. Что если я что-то делаю? Нет. Он разный. Он чуть... Нет. Хороший вопрос. Он одинаков везде. И иногда то, что мы идеализируем, гораздо хуже, чем та реальность, в которой мы находимся. Культура, мне кажется, это возможность чувствовать так. Нас могут учить одному. Мы можем жить или выходить из избы и идти там в валенках в школу. Вот как я в валенках ходила в Арсеньеве в школу, потому что минус 35. Да. Кто-то в этот момент в Японии, допустим, ходили в маленьких каких-то, допустим, там туфельках, потому что не было зимы такой. И никто не знал такой температуры минус 35. Но когда мы приезжали в Японию, играли спектакли и общались с этими людьми, то мы родственники уже. И эти связи с этими людьми, с американцами, с режиссерами, с Чехословакией тогда еще была, Германией, причем ФРГ, кто он оставил. Вот с этими людьми мы остались до сих пор родственниками. Что это? Культура. Что это? Язык искусства. Умение чувствовать одинаково. Хорошо. У русских есть такой очень важный вопрос. И они задают друг другу. Как жить? Этот вопрос задавала твоя Маша из трех сестер. Этот вопрос задавал Климсом Самгин. Этот вопрос задавал Егор Булычев. Этот вопрос задавал Иван Карамазов. «Как жить?» Вот если брать английский перевод вот этого выражения «как жить», да, этого вопроса «как жить», он будет звучать «что мне делать?», потому что русский человек думает более широко. Русский человек думает о том, как жить, то есть найти какие-то связи с миром, ощутить эту гармонию в этом мире. А английский язык и английская традиция и английский менталитет, он более действенен. То есть, что делать, это значит, что мне физически делать? И говорят, что вот в этом непонимании, в этом разделении, в этом, так сказать, в этой трактовке этого самого выражения, этого самого вечного вопроса «как жизнь» и лежит тот самый водораздел, который разъединяет нас, Запад и Восток. Как бы ты, вот что бы ты ответила мне на это? Когда мы мало ездим и мало видим другую жизнь, как раз вот это играет очень плохую роль, потому что мы начинаем идеализировать другие государства, да. Когда ты начинаешь, имеешь возможность ездить по миру, да, и тем более там жить какое-то время, ты начинаешь ценить то, что у тебя было там, где тебе все не нравилось или там частично не нравилось. Русский человек, у нас так все устроено, что мы всегда идем почему-то на разрыв аорты, да, и мы не можем, чтобы не поговорить, чтобы не залезть в кухню 4 квадратных метра, человек 15 сидят друг на друге. И до сих пор, когда уже есть большие квартиры, чем меньше пространство, оно больше нас объединяет, тем интереснее разговор. Вот такое ощущение. Это плохо? Это очень хорошо для меня. И когда ты начинаешь жить и имеешь возможность жить где-то еще в другом месте, тебе этого страшно не хватает. Ты начинаешь просто страдать, потому что ты ходишь по прекрасному городу с прекрасными цветочными клумбами, с чистейшим асфальтом, с чудными красивыми людьми. А ты ходишь, как в пустыне, и тебе улыбаются все, потому что тебе хочется срочно сесть, пусть чашка кофе, рюмка водки, я не знаю, стакан воды, даже без ничего, и поговорить то, наверное, чего нет, наверное, во многих языках, по душам. Кому вы передадите этот чек? Он будет положен в Парижский банк на счет советского правительства. Вы передадите советскому правительству, что это было сделано во имя государя. Начал Петровна Романова, Михаил Санчуриачев, над страной больше не развивается флаг Романова. Но я договорюсь с Центральным комитетом, чтобы два маленьких флажка прикрепили к карте России бывших царских покоев. Вы мне вряд ли поверите, но я сдержу свое обещание. И еще, в знак глубокой благодарности. Соверение вашей благодарности, нам не нужны, комиссар. Если вы когда-нибудь захотите вернуться в Россию... Россия, которую мы знали, всегда с нами, комиссар. Думаю, что я вас понимаю, Мадарин. Да, вряд ли вы нас, понимаете. Мы Россия прошлого, вы Россия сегодняшнего дня. Но я думаю, что в России будущее ни вам, ни нам не найдется места. Такого очень мало. Мы можем разговаривать с другими людьми, другая страна. Мы можем очень хорошо общаться, все. Но сказать нечто такое, чего мы можем сказать друг другу, как русские люди. И я беру сейчас. Кто я русская? У меня мама стопроцентная украинка. Папа донской казак, который украл гуранку на Байкале. Кто я, Сергей Михайлович Мордвин? Кто наши дети? Как я могу запрещать язык, если бы я была президентом какой-то маленькой страны? Или говорить, или запретить мордовский, или запретить этих, или запретить тех. Сегодня в Латвии вышли люди оставить русский язык в школах, потому что там запрещают. Не знаю, как это можно делать. Кто кому угрожает? Как живет Швейцария со своими кантонами? Как живут города, которые по три государственных языка и документы на всех этих трех языках есть? Почему там никто не кричит, не чувствует угрозы национальной безопасности? Поэтому это все такая ерунда. А не ерунда те люди, которые выросли как раз в тот момент, когда мы с тобой росли. Но у меня страшное сомнение про следующее поколение. И у меня создается страшное впечатление, что их учат не делать этого. А быть людьми в футляре. Их учат не делать этого? Да. Кому это выгодно? Не знаю. Хорошо. Закрыть душу. Ты говоришь, разговор по душам. Я думаю, что русский театр – это тоже разговор по душам. Поэтому он и непонятно, как он происходит. Про какую технику тут можно говорить? Технику души. Поэтому так все сгорают? Огромное количество людей? Да, как? Это расплата. Скажи, русский театр по-прежнему интересен в мире этим своим большим завоеванием? Я думаю, что да. Вот как раз, так сказать, открытость у души. Я думаю, что да. Потому что, мне кажется, не все ожидают увидеть иногда и услышать. Или почувствовать то, что они чувствуют. Если действительно люди хорошо работают, и это удачный спектакль, и он идет. Я думаю, что такое это прям вот наотмашь может быть. Ты Лариса. Лариса – актриса. Вот смотри, как рифмуется. Лариса по-латыни – чайка. 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 Мама меня так и назвала, да. Птица моя белая, как говорил Чебатыкин в трех сестрах. Помнишь? Птица моя белая. Вот ты как птица, как перелетная. Ты превратилась в перелетную птицу. Это точно. Летаю очень много. Ты прилетаешь, прилетаешь, улетаешь. А гнездо твое теплое здесь. И ты должна это понимать и знать. Вот я позавчера был в театре, шел Иванов. Я прибежал ко второму акту. И спрашиваю у Кобельдинера, много ли в зале зрителя? Она говорит, много. Белоброва приехала. Зритель пошел. Лариса, это очень дорогая фраза. Очень дорогое замечание, которое сделал простой человек. Белоброва появилась. И зритель пошел. У нас хороший театр. И я не думаю, что идут только на меня. Просто Иванов играется очень редко. Ты же понимаешь. И я-то приезжаю раз в два месяца. Конечно, там подкопилось зрителя уже. Но все равно спасибо всем, кто приходит на наши спектакли. Потому что, мне кажется, они замечательные. Особенно Иванов, которому уже 22 года. Все равно это любимый город, куда хочется возвращаться. Это родина. Есть с кем поговорить по душам. С тобой, допустим. С подругами моими. У меня много мужчин, друзей. С которыми я могу разговаривать очень, очень откровенно. И так же хочется и для города что-то делать. И хотя бы спектаклями или своим участием, маленьким спектаклями, насыщать эту атмосферу. Спасибо, Саша. Я тебе хочу подарить эти шесты. Спасибо. Дай, пожалуйста, мне его. Спасибо. Спасибо, Саша. Мне очень было приятно. Владивосток настолько прозрачный город, что в нем сразу видно гадких людей. Его прозрачным делают люди в белых одеждах. Конечно. Конечно.